На термометре плюс 18 и мелкий моросящий дождь. Жители позабыли о сарафанах и шортах и одели брюки и осенние куртки. Такая погода для Донецкой области характерна в октябре, а не в августе. Галина Ивановна не помнит такого холодного августа за всю жизнь. Говорит, лето в области обычно теплое, а в 70-м году, например, в ноябре еще ходили в кофтах. Нынешнее похолодание пенсионерка связывает с солнечным затмением. Говорит, после таких явлений всегда следует ожидать катаклизмов. Даша Булгакова 70-х годов не помнит. Она учится в четвертом классе и второй год на летних каникулах составляет календарь природы. Говорит, погода в начале августа 2008 и 2009 отличается существенно. В том году было тепло 30-35 градусов, а в этом году сегодня очень холодно, 20-18 градусов. Какими будут следующие дни, Даша определяет по поведению ее домашнего питомца Максика. Когда холодно, говорит девочка, кот выходить во двор не желает. Я определяю погоду по коту. Когда холодно, он идет к батарее, а когда тепло, он идет на улицу. Я думаю, что в этом году будет тепло. Он уже на улицу просился и ушел. Научные изыскания приметы подтверждают. Синоптики областного гидрометцентра говорят, уже через несколько дней погода в регионе начнет налаживаться. В последующие дни воздух будет постепенно прогреваться, жары мы пока не ожидаем. Температура ночью составит от 13 до 15 градусов, днем 24-26 градусов. Нынешнее похолодание, говорят метеорологи, наиболее существенное за все время постоянных наблюдений. В ночь с 8 на 9 августа температура опустилась до плюс 7, что на градус ниже минимума зафиксировано в эти сутки в 1956 году. Но это, говорят в гидрометцентре, скорее исключение, чем правило. Ведь по прогнозам киевских метеорологов, в целом в августе и сентябре 2009-го должно быть на градус теплее, чем в прошлом году. Оксана Виттер, Алексей Логвин, Панорама. Продолжение следует...